Нам из города Томска, вот я тут написала, чтобы вам было видно, от фирмы Timber Group приехало несколько игр для ознакомления. Я их еще не открывала, не смотрела. Давайте вместе это сделаем и посмотрим, что в этих коробках находится. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть у нас коробок. Начинаем с трех поросят. Отодвину пока это в сторонку, чтобы нам не мешало. Так, первая коробка деревянная. Это настольный театр, три поросенка. Очень смешной волк и смешные три поросенка здесь нарисованы. Берем нож, поехали вскрывать. Все это в термо моей любимой усадочной пленки. Мне кажется, я это название подумала сама. А может быть и нет. Деревянная коробка. Пахнет деревом, а-ля шкатулка. А, вот, открывается. Все, я поняла. Здесь такой хитрозамочек. Друг на друга находят, то есть поддавили пальцем и открыли. Все пахнет деревом, красками. Очень интересно. И что нас здесь ждет? Так, высыпаем, высыпаем, высыпаем запчасти. Какая-то маленькая бумажка. Я ее сейчас посмотрю обязательно. О, написано сборщица. Как в шоколадных дорогих конфетах. Написано сборщик Алибаева Эл. О, как. В конфетах, помнишь, раньше было? В шоколадных. Так, это у нас настольный театр. Чисто вот понимаю, что здесь у нас есть подставка овальная с прорезью и вставляется персонаж. Кстати, значит, давайте о характеристиках технических. Это фанера. Очень приятная. Она без заусенца. Бывает, что игры деревянные приходят, на них заусенцы какие-то, какие-то недопила. Здесь нет, видимо, лазерная резка. Вот Томск, наверное, не даст мне соврать. Раз черным, Жень, наверное, это лазерная резка, да? Подожженные края, поэтому нет здесь ни заусенцев, ничего. Все гладенько, приятно. И, с одной стороны, приклеена глянцевая такая бумага с картинкой. То есть, принт, рисунок у нас не на дерево нанесен, а на бумагу. Бумагу приклеена. Бумага глянцевая, приятная. Такая же приятная глянцевая инструкция. Три поросенка. Здесь у нас сама сказка представлена. А, и все. Сама сказка. Ну, вдруг кто забыл сказку. Больше здесь ничего не написано. Сама непосредственная инструкция, как играть, для кого, для какого возраста, что развивает, кем сделано, из чего, в каком городе, со всеми штрих-кодами, адресами, телефонами. Все это будет у вас наоборот на стороне этой коробочки. Ну, давайте ее собирать. Я сказку «Три поросенка» рассказываю часто. У меня такие уже потрепанные картинки. Вот, наверное, я... Тугенько так вставляется. Сейчас, чтобы мне рисунок не задрать, сейчас постараюсь ровно все вставать, чтобы еще и мне досталось. Котел, видимо, в который провалился волк. Бедный волк. Значит, сами вот эти вот вертикальные картинки, деревяшки, скажем так, вставляются плотно в подставку. Значит, в процессе игры вываливаться у вас ничего не будет. Так, бумага с картинкой приклеена крепко. Вроде бы ничего не отходит. Прям так плотненько. Это дом у нас какой? Не знаю еще пока. Это соломенный, это, видимо, деревянный, а это, наверное, каменный. Ну, наверное, да. Соломенный он хорошо виден. Из соломы вот, пожалуйста. Вот такой жирненький волк. Совершенно он не голодает, мне кажется. И очень похож на волка из... Помните, мультик? Под столом сидит волк, жрет и говорит, сейчас спою. Сейчас спою. Как там называется этот мультик-то? Мне кажется, прям на него похож. Прям так хорошо оставляется поросенок с головой. Не буду говорить, кого. Большие такие головы у поросят. Костер. Не знаю, зачем. Все, вставила. Так, вот они наши три поросенка. Ниф-ниф, нуф-нуф и наф-наф. Вот он волк, который пытается их слямзать. Три избушки, которые построили поросята. Ну и там по классической сказке волк у нас падает. Зачем этот огонь? Сейчас почитаем. Открою. Умирают голоды. Хочу вас съесть. А, вот. Значит, волк у нас лезет. В это время волк засунул лапу в трубу. Раздумывал, стоит ли ему опуститься в такую черноту. Залезть туда было непросто, но очень уж аппетитно звучали доносившиеся поросяточьи голоса. Умираю от голода. И спустился, сплюхнулся. Едва волк приземлился прямо в горящий очаг. Огонь охватил волчью шерсть. Хвост превратился в дымящий факел. Но на этом все не закончилось. Мудрый поросенок крикнул. Бейте его. Да посильнее, боже мой. Бедного волка как следует избили. А затем стонущего, воющего от боли выбросили за дверь, бедненький. Его побили. Он обожженный. Представляете? Ему бы всклиф. В третьей стадии ожогов его. А волк кричал. Никогда, никогда больше не буду лазить по трубам. Кричал волк, пытаясь погасить свой пылающий хвост. В один миг он был далеко от этого заполученного дома. И счастливые порося танцевали. Ну, в общем, вот волк жив по этой версии. Убежал. Но ему тут жутко больно. Я сказку немножечко по-другому рассказываю. У меня нет ни очага, у меня нет ни костра. Ну, наверное, никому не интересно, как я сказку расскажу. У нас гуманно. Я детям расскажу, что просто волк стучал, стучался, барабанил, пытался через дверь, пытался через домоход, пытался через дверь. Ничего у волка не получилось. Где-то у нас есть, по-моему, на ютубе это сказка, да? Если будет интересно, посмотрите. И обиделся волк, голодный, ушел в лес. А поросятки счастливые, довольные. В общем, остались жить в этом лесу. А волк больше никогда не приходил. Жирненький такой. Ну, симпатичный. Художник симпатичный, надо сказать, да? Видно, что нарисовано прям, знаете, прям карандашом, что ли, восковым. Или карандашом простым. Прям по этой бумаге, по акварельной. Такая фактура такая акварельная бумага осталась. Либо это спецэффект, не знаю. Но очень похоже, как будто карандашом кто-то рисовал. Ну, симпатичные мордашки, симпатичные. Вот. Можете, конечно, этот вариант рассказывать сказки. Но мне кажется, он очень злой. Дети у нас и так в последнее время какие-то злые, жестокие. Ну, его, да? Пусть добрый ушел и ушел. Все. Оставлю себе этих поросят и буду показывать. Только с другим концом. Так, сказки мне понравились, симпатичные. Отодвинем им в сторону. Не падайте. Стойте. Вот я вас вот так, вот так. Так, здесь у нас будут стоять сказки, 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 сказки. Вот, чтобы не забывать, что у нас тут было. Волк. Где волк? Вот. Так, видно? Видно? Скажи, что нет. Что из которого ушли. Хорошо, поехали дальше. Следующая коробка. Точно такой же чемоданчик деревянный. Написано, что это алфавит русский для малышей. Мы здесь 3+. Видим здесь какие-то деревянные квадраты, на которых нарисованы буквы. Составь буквы в правильном порядке. Подбери подходящую к этой букве картинку. Там, видимо, еще картинки есть. Попросите малыша запомнить, где какая буква стоит. Таким образом, ребенок сможет быстрее запомнить буквы. Такая игра поможет выучить алфавит, развивает внимательность. Давайте опять это вскроем аккуратненько. Все ту же пленку. Пленка крепкая такая, прям хорошая. Вот у нас здесь мусорка. Открываем. Такая же фанера. Вот здесь уже, кстати, заусенцы пошли. Даже боюсь шевелить. Здесь очень сильно. О, тут они даже сыпятся. Что-то вот с этой коробочкой производится. Смотрите, сколько у меня мусора сразу насыпалось. С этой коробкой что-то пошло не так. Здесь прям приятная. Так, будем аккуратнее, чтобы не наловить заусенцев. Прям вообще, как будто ее грызли. Опять у нас есть сборщик. Фамилия другая. Ну, кто-то там. Высыпаем. Вот так вот в коробке, смотрите, стоят у нас детали, сделанные из фанеры. На них, как я вижу, тоже... Коробку подальше. На них, я вижу, нанесены... Также приклеена глянцевая плестящая бумага, приятная на ощупь. И на них расположены буквы. Давайте все это дело перевернем. Кроме букв я вижу еще картинки. Значит, что я так понимаю? Наверное, нам нужно найти какую-то букву. Точнее, ну да, букву. И на ее звук найти картинку. Не путаем звуки и буквы. Буквы это М, Р, Л, С, Б и так далее. А звук у нас Б, М, Л, Р. Ну, вот, допустим, я нашла А. Сейчас с ответами что-то нужно найти на А. Господи, глаза разбежали, столько всего много. Все, я нашла яблоко, и я нашла Я. Ну-ка, давайте-ка вместе соединяем. А, здесь еще по цвету, видите, подсказка. Хвостик у яблока зеленый. И фон у буквы Я тоже зеленый. Ну, допросит меня Томск. Что я могу сказать? Очень, очень, прям пики острые торчат. Вообще, даже страшно в руки брать. Вот эту игру что-то они не доработали. Либо как-то вот не додумали. Давайте проверим мою догадку по поводу носика. Везде ли тут подсказка идет? Так, 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 так. Вот, арбуз, где была А? Ну да, да, подсказка, значит, верна. Значит, у носика идет цвет определенный. То есть, еще можно и по цвету искать, и по звуку. А, арбуз. Б, что-то тут, наверное, на Б есть. Ну что, все пару, что ли, будем искать? Или как? Давайте поищем. Мне очень интересно. Когда мы, смотрите, учим ребенка 3 года, 4 года, кто-то в 2 это делает. Богу ради, пожалуйста, если у вас получается, делайте. Если вы начинаете учить на заданный звук придумывать ребенком какие-то слова, подбирайте, пожалуйста, слова, особенно угласных, ударные. Например, если мы, допустим, проходим сейчас О, нельзя сказать на О овощи или огурцы. О должно быть ударное. Осы, окна, ослик. То есть, чтобы ребенок услышал этот заданный звук. И нельзя давать мягкий. Например, мы учим М, значит, пусть это будет море ударно и твердо. А, допустим, мишка, нельзя дать мягкого мишку. Когда вы изучаете М, ребенок это вот М не услышит, услышит только М какой-то и запутается. Поэтому, когда вы даете первый раз, допустим, вы взяли вот эту вот игру, купили и решили вот ребенка знакомить с звуками, подбирайте слова твердый и ударный первый звук. Вот давайте вот это вот предположение здесь и проверим. Например, я нашла зонт. У нас будет З, зонт. Это нормально. В, видите, пошло В, В, ведро. Мягенько, В, В, ведро. Не слышно. Пусть будет Ваня. Вот первое, что в голову пришло. Пусть будет Волк. Вот, пожалуйста, ударный вам тот же В, В, Волк. Хорошо ребенок услышит. Поросенок, ладно, пойдет. Мышь, гусеница-то твердо. Осьминог. Видите, вот о чем я и говорила. Вот оно, осьминог. Как ребенку сказать? Осьминог, он же не услышит. Он слышит А. Оно уже донести, что О. Осьминог ему долбит. Ну, как-то вот озеро, осы. Трактор твердо. Шляпа нормально. Робот хорошо. Часы. Дом ударный идет. Енот. Тут ничего другого не придешь. Бабочка. Ведро вот мне не понравилось. Жираф нормально. Ножницы пойдет. Игла. Экскаватор. Это кто? Кало, что ли? Да ладно, неужели на К нашли Кало, другого ничего не нашли, что ли? Кало? Ну, ладно. Привет, Кало. А почему кот нельзя сделать? Кит? Нет, кит мягкая. Кот. Курица. Куртка. Что-нибудь такое твердое. Филин, может быть. Можно было тоже твердое. Не филин, не мягкое филин, а твердое. Фартук. Твердое? Тогда ребенок точно услышит этот первый звук. Ну, ладно. Что я могу сказать? Пятерку за приклеенные картинки, яркие, приятные. Но тройку за исполнение, потому что у меня весь стол здесь в щепках. Да просит меня Томск. Ну, пусть работают. Пусть вот дошлифуют коробочку, дошлифуют картинки. Идея хорошая, и можно было бы, если уж делать, я считаю, что если ее круто делать, то ее нужно делать прямо вот на пятерочку с плюсом. И заменить вот это ведро. Ведро не услышит люди. Пусть будет волк. Что там еще у нас на твердое? На в. Ву. Ва. Во. Ва. Варежки подходит. Вот. Валенки. Очередная коробочка. Пазл называется раскраска. Из дерева. В ассортименте. Значит, там несколько чего-то. С обратной стороны. А, вот с обратной стороны нам предлагают, пожалуйста, ежик, паровоз, петух, улитка, машина, кораблик, дом, трактор и рыбы. И галочка здесь стоит на этом, на тракторе. Видимо, там внутри есть трактор. А таких коробочек много. Вот они, что я говорю, вот они здесь все раскрашены. Видите? Машина, петух, лодка, дом, улитка. Что это, паровоз, наверное, и морские какие-то обитатели. И ежик. Давайте вскрываем. Коробка уже другая. Не дерево, не фанера. Здесь у нас картонная. Выбрасываем мусор. Салфеточку есть, потому что все дерево, оно с производства приходит пыльненькое. Давайте вытрем руки, чтобы нам ничего не пачкать. Открываем картон. А картонная коробка довольно-таки такая плотная. Где она у нас скрывается? А, вот так. Сбоку вот. Вот, вот так. Ага. Смотрите, как неожиданно. Значит, опять у нас сборщик. Осинцева. Какие-то деревянные заготовки. Мы еще даже здесь карандаши видим. Коричневый, оранжевый, голубой, зеленый, желтый и черный, что ли это? Черный. Детали из фанеры все с той же нарезанной, без зусенцев. Отшлифовано все так хорошо. И, видимо, это предлагается нам сложить. Распазл давайте складывать. Должен получиться... Или не трактор это? Что это? Ну, трактор. Трактор, трактор должен получиться. Ну, давайте напряжемся. Покажите этот трактор. Господи. Крыша. Женя, я ничего не соображаю. Чего мне под конец рабочего дня какая-то это? Так. Ну, слушайте. Какой тут возраст написан? Это возраст у нас... 3+, да? Ну, не знаю. Не справляется. Тут это должно встать вот в это. А здесь я такого не вижу. Так, ну что я делаю? Так. Вот все. Процесс пошел. Вот. Значит, производитель предлагает ребенку сложить этот пазл. Так. Он у нас весь гуляет. Почему-то вот детали... То ли я не той стороной что-то положила. Давайте попробуем перевернуть. Ну, камушь так подойдет вплотную. Да, вот так вплотную не той стороной положила. Тут же непонятно, да? Вот у колеса, например, с одной стороны чисто, а с другой стороны какие-то насечки от рисунка есть. И понятно. А вот у других деталей непонятно, какой стороной класть. То ли вверх, то ли вниз. Ну, вот методом проб и ошибок. Колесо неровного круга. Вот прям минус вот здесь, вот жирный вот за это дело. Колесо неправильной круглой формы. И вот мне теперь приходится подбирать, как его положить, чтобы легло. Ну, силу не хочется применять. Ну, что не сделали круглой-то? Вот, вроде провалилась. Ребенок, конечно, так искать не будет. Он силой вам воткнет. И фанера у нас разойдется. Теперь что? Ну, собрали мы пазл. Так. По идее, уже надо приклеить куда-то, потому что он катается, этот пазл по столу. Но я бы, наверное, чтобы ребенок... И вот, в общем, ребенок это должен раскрасить. Вот. Вот видите, я его двигаю, он у меня разбегается. Ребенок, конечно, будет психовать. Он не будет раскрашивать это, потому что трактор у него то ли красит, то ли собирать это обратно. Трактор не будет знать. Теперь давайте проверим карандаши. Тут у нас развитие творчества, да, получается. Примеры трактора... А, есть примеры раскрашенного трактора. Вот это у нас должно быть черного цвета. Карандаши мягкие. На фанеру ложатся очень хорошо. Прям бесить не будет. Рисуют. Много усилий не нужно, в общем, чтобы положить черную краску. Проверяем зеленый. Тоже нормально пошел. Красный. Тут не красный, а оранжевый такой. Красные штыки заточены. Хорошо. На них ничего не написано, какой фирмы. Мягкие или твердые. Ну, ложатся хорошо. Тем более, текстура дерева позволяет прям вот еще, в общем, выгрызать карандаш. Коричневый. Коричневого нет. Голубой есть. Ну, тут на свое усмотрение. Тут можно проявить фантазию и раскрасить, как душе угодно. А можно по образцу. В одном случае, когда мы сами придумаем, как раз кажется, у нас развивается творческое воображение. А если мы делаем по образцу, то мы вот и учимся работать по образцу. По-другому, как он и называется. Работаем по образцу. Да, развиваем зрительное внимание. Ну, пазл катается. Мамуль, если будете такое покупать и папуле, бабуле, дедуль, то, наверное, нужно будет взять бумагу, картон, клеем хорошенечко промазать. В общем, этот трактор собрать обратной стороной, я предлагаю, да. ПВА, допустим, прошмякать и сверху картон. Хлобысь приклеилась, подержали, перевернули, и тогда ребенок уже может раскрасить. Но тогда нет еще, еще раз, ребенок не может собрать этот пазл. Нет возможности собрать. Тогда не клеите. Тогда, значит, разбирайте этот вот пазл. Собрали, разобрали. И вот так вот, крутя, раскрасили его, да. Раскрасили, 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 раскрасили. Не с этой стороны, а вот именно с этой. И опять его собирать. Смотрите, как хотите. Если вы хотите этот трактор один раз раскрасить, собрать и повесить на стену, То, значит, приклеили на какую-то подложку Если хотите многоразово это все собирать Значит, не клеим, а пусть он такой-то гуляющий Опять можно сложить обратно это все Детали у вас не потеряются Чем хороши вот такие чемоданчики Родителю не нужно думать, куда вот эту игрушку спрятать Вот вы обратно сложили, карандаши Можно, наверное, это и красками тоже покрыть И лаком покрыть, и вообще сделать его Очень-очень красивым, привлекательным Вот, повторюсь, значит, в ассортименте у них где-то есть Еж, дом, улитка, корабль, паровоз, морские жители А в них кит, дельфины, просто рыба Петух, машина и трактор Вот, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Вот такая вот коробочка Красьте, собирайте, развивайте мелкую моторику Коробочка не стоит, ладно, пусть лежит Открываем следующую игру А что, я не сказала, что Значит, это вот такой вот квадрат, сама не пойму, что Там написано, единственное, что здесь написано, откуда берется молочко Причем не молоко Тогда школьникам желательно не говорить Уменьшительно ласкательным А тут молочко, мур-мур-мур А с другой стороны написано, что это рамка вкладыш Под названием откуда берется молочко Дети растут и познают окружающий мир Задавая родителям миллион вопросов Эта познавательная игрушка Поможет малышу узнать, как к нему попадает на стол полезный этот напиток Рамка вкладыша многослойная Как играть написано Опять кем, куда, от 0 до 3 нельзя Давайте вскрывать, посмотрим Многоуровневую вот эту рамку Вот, совсем другое дело Дерево, совсем другая Шлифовка, конечно Такое ощущение, что это разный какой-то все производ Так, дерево совсем другое Но наверху опять приклеена эта глянцевая картинка Все гладкое Боковинки прям все зашлифованы Тут приятно в руки брать Здесь тоже зашлифовано Инструкция у нас отвалилась Ну, высыпаем, давайте посмотрим Ну да, мы видим здесь, видите, многоуровневость Так И, наверное, как пирамиду будем просить ребенка собрать это все Только пирамид у нас собирается от самого большого до самого маленького кольца А здесь будем от самого маленького до самого большого Ну, давайте рассматривать Опять фанера Не знаю, сколько это миллиметров 0,5, наверное, да? Примерно Видна рука художника Прям не компьютерный график Это художник сел, нарисовал Ну, может быть, обработано в компьютере как-то чуть-чуть Ну, прям видно, что рисовали рукой Так, первая картинка самая маленькая Ферма Гуляют коровы Пасутся Едят траву Как? Видно? Не видно Вторая картинка по величине Чуть больше, мы говорим, ребенку Да? Найди чуть больше Завод Почему-то не показывают, как дуют корову Слушай, тут самим еще голову нужно поломать Стоит дом Написано завод Рядом стоит За заводом стоит огромная бутылка бешеных размеров с молоком Тут же, видимо, доярка Головы коров Коробки с бидонами с молоком Ну, надо рассказать, наверное, договорить ребенку Рассказать, что коров мы здесь доим И молоко надоенное Отправляется на завод Следующая картинка по размеру Ищем еще больше Вот она картинка Дорога с указателем на город Овечки бегают Едет фермер И в бутылках везет молоко по направлению в город Яркие такие картинки Ярко-зеленый, ярко-голубой Люблю такое все яркое Дальше, на следующей картинке чуть побольше еще по размеру Мы видим магазин И в магазин уже заходят люди Выходят и заходят Заходят без молока Выходят с молоком То есть показано, что мы это молоко купили в магазине Еще большая картинка Дом, кухня, стол На столе молоко Из молока Каша, видимо, уже сварена, что ли Наливают в несколько там Или что тут Не пойму никак Что это светится из бутылки Это вот из бутылки вот так льется, что ли, в чашку, да? Ну, такая специфическая такая Специфическое такое логическое мышление Надо туда все прям рассмотреть, да, думать Кошка такая жирненькая сидит Авторы любят всех жирненьких Волк жирненький, кошка жирная Так, и тут показано, что мы молоко употребляем на завтрак Кашу там пьем В хлопья наливаем И последний, да, вот эта крышка, опять жирненькая наша кошка Опять бидонные банки с молоком И вот откуда берется молоко Чему учит эта игра? Давайте разбираться Значит, играя в эту игру Ребенок, во-первых, развивает мелкую моторику Складывает, раскладывает, да? Дальше он учится соотносить Вот эту вот нашу круглую форму Выложит, да, картинку от самой большой до самой маленькой От самой маленькой до самой большой Тут мы по форме это дело выкладываем Ой, еще одну маленькую забыла Так, соотношение формы Форма, говорим, что круглая, плоская Похожа на круг Не на шар, а на круг Дальше развивается логическое мышление Потому что мы выстраиваем такую вот цепочку От коровы и заканчивая кашей у нас на столе Такое вот ознакомление с окружающим миром Играя в эту игру, ребенок поймет, откуда у нас берется молоко А также, это я думаю, что если грамотно родитель подойдет к этому заданию Я бы, например, попросила бы рассказать То есть здесь у нас развивается речь Потому что ребенок начнет рассказывать Гуляла корова, щипала траву Поэтому пришла доярка, подоила Банки, и вот мы кашу что-то едим Значит, суммируем Мелкая моторика, как всегда усидчивость Восприятие формы Логическое мышление Ознакомление с окружающим И плюс развитие речи Исполнение хорошее мне понравилось Опять это лазерная резка Никаких заусенцев нет Бумажка приклеена очень качественно Я думаю, что если это не сосать, не мочить, не чихать Продержится долго но вот что хочу сказать по картинкам картинки яркие они яркие краски взяли художник взял краски яркие желтый оранжевый красный зеленый как я люблю голубой все здорово но во первых нельзя делать для детей безликих изображений лица человека нет глаз нет рта нет носа дошкольнику вот это просто фугос это какая-то критичная такая вот противная противный педагог да вот такой который давно работает педагогики значит нельзя чтобы лицо было без глаз носа рта ушей там ну какой каких-то эмоций и придется вам тут додумать но я бы нарисовал корову и чего бы это как ее называют там да это кто доярка нарисовала прям доярку сидит прямо дует побоялись вами что ли изобразить побоялись но не знаю вот вот такая вот логика художника у все это и я не говорю что это плохо у всех логика своих тот нарисует так кто-то так кто-то понимает так ну пусть так на что ребенку будет рассказать наш корова паслись молоко надоели хотя мы его не видим что его надоели предполагаем приехала все на завод бутылкам разлилось потом поехала в магазин ох пропустила пропустила этап поездки в город поехал все в город приехала в магазин ведь все нужно положить потом это все купилась в магазине принеслось домой превратилась в кашу либо в мюсли с молоком все закрыли следующая игра под званием домино животные поехали все как обычно с обратной стороны у нас картинки этого этой игры до какого возраста адрес 40 службы тра тата 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 скрываем все в пленке очень удобно чтобы ничего не потерялось вроде бы все видим но все так эстетично убрано опять нас ждет чемоданчик да его просто так причем не откроешь видите тут приходится поджать а потом только поднимается у нас крышка чемоданчик приятно этот чемодан без заусенцы тут хорошо чем-то с тем чемоданом что случилось может чисто недоразумение какое-то и внутри мы видим классическое домино то есть фишки напополам разделенные на две картинки картинки что у нас здесь присутствует ну раз это опять сборщик есть уже другой сборщик бояринцева на этих доминошках мы видим картинки скажем так трех классов это у нас птицы животные и рыбы ну что наверное по классике играем то чё бумажку то я уже где-то выбросил нет что нам предлагает производитель нам предлагает 15 домино с изображением животных участникам выдается по четыре только штучки начинает первый ход по договоренность в ходе игры участники выкладывают картинки с одного конца домино совпадает этот 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 но классический правило побеждает тот кто первый освобождает своих доминошек вот раздали ребенка 4 раздали 4 раздали 4 ага значит можно только 1 2 3 играют а это у нас будет нз и подговоренности раз простите хотел лесу положить а лисы больше нет а вот лиса есть лиса хочу просто проверить получится почка нет утка утки больше нет то есть это тупиковая получается линия страны продолжаем хорошо верблюд енот видео только один вариант сборки слон черепаха олень корова пытаясь овцу найти вот овца извините к верх ногами пойдет орел уже кверх ногами пошло либо это в одну выкладывать получается орел зебра рыба белка подождите если это лента это кто такой жирненький видим лось судя по рогам по телу не пойму по морде нет судя по рогам это лось это олень и это медведь а и утка вот пожалуйста замыкается все замкнулась на утки вот как-то так вот вот получился такой прямоугольник но в домино тоже обычно как-то дубль-дубль есть до лиса лиса или несколько лис то есть получается участник прох пускает ход и ходит тот у кого только это одна лиса есть но увидим наверно детский вариант по то можно наверное в это лото играть не в компании а может быть просто один ребенок 1р для 1 вот это нормально получается вот один ребенок села вот как я вот сейчас перед вами вот так вот все выложил когда это втроем взрослый домино такой вот не получится потому что нет возможности выбора получать только у одного ребенка из лиса они у всех троих если сам вот ладно ну за качество тоже ставим пятерку картинка приклеена гладкая приклеена хорошо та же самая фанера в 5 миллиметров если я не вру вот заусенцы я здесь не нашла в коробочку все это складывается положено на полочку и у вас ничего не потерялось это удобно домино животные значит и последняя игра которую нам прислал томск это рамка вкладыш с подложкой так вижу еще пока не скрывал но по-моему там с подложкой утро в деревне очень милые картинки зебра господи лошадь жеребенка корова с теленком учим здесь как раз детенышей гусыни с гусятами собака одна грустно сидит курица нет это петух с цыплятами курицы нет нет куриц нет по делам пошла код довольно и шагает пруд но очень мил так симпатичный рисун не знали бы компьютером обработали бы человек прям взял восковые карандаши или простые карандаши и по фактурной бумаги по акварельные вот так вот такими штрихами прям очень фактура такая вот бумаги акварельный выступает на первый взгляд так рамка представляет собой картинку с вырезанным черте частями тра-та-та-та целое изображение элементов ставить поговорить о деревне и о детенышах тра-та-та-та-та-та до трех не давать все поехали смотреть а с обратной стороны впрочем есть симпатичная свинка с поросятками и курица с яйцами на насестье а здесь нет а тут прям такие симпатичные хороший художник я по самому опыту скажу что художника то хорошо найти это прям еще надо пуд соли съесть симпатичные такие животные ярко красочно так не мрачно открываем все это у нас опять в пленке сниматься не хочет выбрасываем вот у нас вот бумажка отделилась на которой полностью пожалуйста вся инструкция есть ну и что мы видим значит под палец есть вырез ребенок может подковырнуть а у нас это еще изображение разваливается на части и подсказки там нет просто озеро видите или пруд как назовите котенка вытащить там нет начни с подслоем с подслоем отказано что там петух чтобы ребенку подсказать что петуха на петуха корова у нас развалилась с теленком на три части собака развалилась на две части будка есть видите сеновал есть как бы дом есть животных самих нет значит надо мы развиваем память зрительную нужно вспомнить где кто еще был вот вот так вот выглядит в разобранном виде ахич не упал не сказала я что это фанера уже потолще здесь две фанеры склеены а а смотрите-ка вот она это это оказывается и свинья которой я говорил что здесь она бумажки симпатичная свинья курица на насесть и вот оказывается где курица то есть петух прогуливается с детьми ведь какая хорошая семейная драма тут курица вот она если ребенок откроет курятник курица у нас за работой высвеживает яйца не яички пожалуйста яйца и свинья кормит детей своих поросят вон там в свинарнике довольно таки мило при прикольно вообще ничего не могу сказать плохого не по цвету не по форме не по исполнению все очень здорово и функционально мало того что собаку нужно на место так еще нужно сложить да из двух частей корова с теленком из трех частей гусыня с гусятами из двух частей жеребенок и мама из трех частей кошка гуляющая сама по себе что еще можно с этим пазлом делать помимо того что высыпали рассмотрели собрали разобрали опять так далее на этом пазле на это вот все это картинки сюжетные очень много мелких деталей во первых достаточно так посидеть и просматривать где что находится лопата цыплята утята гусята там не знаю телята свинарник коровника так далее до будка просматривали а потом можно закрыть вот листочком у ребенка есть постарше 3 плюс и спросить гусята там сколько было затрудняется один два или три да совсем трудно есть много давай посмотрим посчитаем да действительно а лопата где стоял около свинарника или курятника на около свинарника стояла вот очень позадавать такие вопросы а цыпленок один который бегает он был наверху ли внизу ну вот в общем можно вот внимание зрительно так вот подергать не память зрительным повспоминать где что находилась не мимичные такие вот картинки за исключением собаки грустно что такая фитнеса пив будки а так симпатичные можно просить открой коровник кто там извините коровника нет открой свинарник кто там живет а где у тебя курятник вот здесь вот видите сколько тут работает образовательных и развивающих задач если грамотно поднести игрушку так ну что все эти игры приехали у нас из города томска от фирмы тимбер групп ребята могу сказать что молодцы другого нечего сказать люди не лежат на диване люди творят люди придумывают купили станки лазерные что-то вырезает что-то клеит что-то рисует но уже вот за предприимчивость скажем так вот эти вот инструкции очень приятно я знаю сколько стоит такую инструкцию гладкую глянцевую напечатать сколько это как ее нужно составить еще дизайнеру в общем поработали вид видна работа люди получили вот знак качества как они ясу да яс да в общем работа проведена большая я ее вижу потому что все это работа тоже проводилась своими тетрадями единство вот выпало из пятерки но я думаю что какое-то недоразумение может такая коробочка какая-то попалась коробка с алфавитом я думаю ребят проверят производства бумага приклеена хорошо она цветная иллюстрирована игры продуманно функциональной здесь пожалуйста на развитие речи и на фантазию на творчество рассказать и кстати этих вот волка и трех поросят я забираю в работу каждый день будут сказки показывать пазл тоже оставляю здесь на полках если от камера сейчас повернется у нас здесь большой длинный не повернется да так жалко длинный ряд из раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 из 24 ответ отсеков которых лежат какие-то развивающие игры это сейчас игра пойдет туда однозначно про домино но сомневаюсь что можно в группе детей играть но вот мама и ребенок или там папа ребенок или просто ребенок под выкладывать в линию вполне допустимо пазл раскраска тоже ведь многофункционально собираем разбираем раскрашиваем красками карандашами пожалуйста что еще молочко да молочко теперь будет откуда берется молочко смешно да интересно задумка интересна мы постарались делать и исполнили все хорошо тяжелое такое качественно выпилена хорошо ну может быть где-то чего-то картинки доработать надо или вот логическую эту цепочку доработать надо но все равно кому-то папа понравится кто-то будет развивать речь на эту мелкую моторику действительно поймет и если не знал до этого куда берется молоко все по-моему все рассказал на 4 полносят алфавита с подслоем пазлы домино пазл с раскраской и вот откуда берется мрачко вот что они нам прислали на данный момент все мы с вами рассмотрели разобрали все это было деревянное на все это было приклеено глянцево такая очень приятно яркая картинка вот все это упаковано ведь в коробочке у вас ничего если вы купите не потеряется по квартире валяться не будет потому что все это по как у мантесори взяли поиграли положили на место в общем правил у нас будет соблюдаться что привет томску молодцы присылайте еще будем ждать пока в общем правиле